Здравствуйте! В эфире программа «Знак качества». Сегодня поговорим о самом широкомасштабном социальном проекте в сфере пассажирских перевозок. И ответим на вопрос, каковы результаты внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в городе Рязани в общественном транспорте. Выясним, насколько удобнее стал оплачивать проезд в городе и как это помогает людям. Напомню, что с 1 января 2013 года в России внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте стало набирать популярность. В Рязани такое внедрение происходило поэтапно. Вначале в рамках эксперимента электронные проездные вели лишь для льготной категории пассажиров, а 230 бортов троллейбусов, автобусов оснастили терминалами. Со временем статистика показала, что такая система оплаты проезда удобна льготным категориям граждан. Эксперимент был признан успешным. Однако широкомасштабное развитие проект получил лишь в 2016 году после принятия нормативно-правовых документов, которые регламентировали внедрение автоматизированной системы оплаты проезда. Именно с этого момента началась популяризация транспортных носителей УМКО. Чем обычно предпочитаете расплачиваться на проезд? У меня пенсионная карта УМКО. С чем обычно расплачиваете? Наличная. Наличная. А почему на карту не переходите? Не знаю, я так привыкла. Льготная. Пенсионер. А чем она удобна? Так, ну, пополнее раз в месяц. Наличек мне не надо при пользовании общественным транспортом. Ну, отсюда все удобства. Студенческие карты уже полтора года в колледже сделали, и это вполне удобно. У меня еще типа льгота. Карта УМКО. А почему решили на ней выберите? Ну, потому что это выгоднее и меньше выходит за проезд. Оплачивать проезд картой УМКО можно было только в муниципальном транспорте. В июне 2017 года водители маршрутных такси начали присоединяться к проекту. Сегодня с автоматизированной системой оплаты проезда работают все городские перевозчики города. Такое стопроцентное подключение к системе позволяет пассажирам оплачивать проезд безналичным способом по любом городском общественном транспорте, будь то автобус, троллейбус или маршрутное такси. Теперь можно не искать мелочь по карманам, а воспользоваться картой УМКО. Или использовать для оплаты проезда бесконтактную банковскую карту ВИЗА, Мастеркард, МИР или телефон с технологией NFC. Безналичная оплата проезда удобна не только для пассажиров, но и для перевозчиков. Водитель не отвлекается от управления транспортом, на подсчет денег и на поиск сдачи. И внимательнее следит за дорогой. Все это обеспечивает дополнительную безопасность при движении по маршруту. С безналичным проездом стало эффективнее работать, не отвлекаешься на пересчет мелочи, пересчет денег, не отвлекаешься на сдачу. Безопаснее стало движение. Сейчас уже, наверное, процентов 70, кто с телефонными гаджетами оплачивает, кто УМКО и браслетами оплачивает. Ну и также наши пенсионеры все с карточками УМКО. Оплатить проезд можно не только картой УМКО, бесконтактной банковской картой, телефоном с технологией NFC, но и УМКО браслетом или брелоком. В этом году ожидается еще несколько эксклюзивных новинок. Кроме этого, на сегодняшний день идет разработка мобильного приложения, в котором будет работать личный кабинет пользователя. Чем расплачиваетесь? Карты УМКО. Мне удобно контролировать свои расходы. Карты. Какой? Банк с карточкой. А что у вас за карта? УМКО? Да. А чем она вам удобна? Почему вот именно выбираете безналичный способ оплаты? Ну, потому что часто езжу. Карта УМКО. А почему именно ей? Ну, потому что я пенсионерка и мне очень удобно этой картой пользоваться. Осенью 2018 года в Рязани появился дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте. Во всем мире и в крупных городах России он уже давно пользуется большим спросом у населения. Воспользоваться им могут пассажиры так называемых красных автобусов ПАЗ. Они могут совершать поездки по сниженной цене 21 рубль при наличии карты носителей УМКО «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек». Этот пилотный проект удалось реализовать благодаря инициативе группы компаний-перевозчиков, входящих в Рязанский транспортный союз во главе с Алексеем Громовым и поддержки администрации города. Если посчитать за весь месяц, то в сумме будет хорошенький бонус. Выгоднее, да. Ну, конечно, заботиться все-таки о народе. Так лучше выгодно. Побольше таких акций. Сейчас в городе работает акция платить дешевле с картой виза. По ее условиям пассажиры городского общественного транспорта Рязани при оплате проезда бесконтактной банковской картой виза любого банка получают скидку 2 рубля от стоимости оплаты проезда. То есть поездка в автобусе, троллейбусе или маршрутке обойдется всего в 21 рубль вместо 23. Важно обратить внимание на то, что по правилам акции на билете в общественном транспорте будет указана все-таки полная стоимость поездки. А с банковской карты произойдет списание суммы в 21 рубль. Да, я заметила, что не 23 рубля списывается, а 21. Карты виза. А почему именно ей? Билеты оплачивают 23 рубля, а со счета списывается 21 рубль. Хорошая акция? Ну, наверное, когда ездишь два раза в день с пересадками. У моей мамы нет льготной карты. Вот я ей сделал карты визы, очень удобно. Даже 2 рубля. То есть она пенсионер, и для нее это очень хорошо. Она каждый день ездит на дачу, обратно. В будущем оператор автоматизированной системы оплаты проезда УМКО планирует продолжить работы по внедрению систем лояльности от банков и платежных систем при безналичной оплате проезда, а также готов к технической реализации дифференцированных тарифов на всем общественном транспорте. На сегодняшний день оператор ОСОП смог реализовать самую масштабную сеть пунктов по пополнению и продаже транспортных носителей, даже по сравнению с городами-миллионниками. Не всегда есть возможность снять деньги, либо сходить в банкомат, снять деньги. Эта карта взял, оплатился. Она всегда по-другой. Когда было, например, 15 рублей, то, например, размен там 10-5 носишь, например, стал 23, там уже единицы мелочи больше. Ну, безналом удобно. Сейчас все уже к этому сводится, и поэтому как бы карту носишь с собой и все. Чем расплачиваетесь в общественном транспорте? Для карты Сбербанка. Мировской. А почему именно безналичный способ? Удобно. Чем удобно? Ну, мелочи лишние таскать в кармане. Вот. Тем и удобно. Скажите, а как вы выполняете? Каким образом? Пополняю? Ну, я кладу в банкомате деньги. Пополняю обычно через Сбербанк и через банкомат. Уже сегодня в Рязани находится 1200 точек, где можно пополнить карту, браслет или брелок Умка. Для пополнения транспортного носителя не надо стоять в очередях к киоскам продажа проездных на улице, которые работают всего несколько дней в месяц. Это можно сделать заодно с другими платежами в любое время и в более комфортном месте. Пополнять Умку можно в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Для удобства горожан существуют два вида пополнения. Прямое пополнение, когда поездка возможна сразу, после внесения денежных средств. Такую операцию можно совершить в Кустовом вычислительном центре, в отделениях Почты России, в Центре оплаты коммунальных платежей, в компании, городские платежи и отделениях Живаго Банка. Если пополнение произошло до 15 числа, то проездной записывается на текущий месяц. Если позднее 16 числа, то проездной записывается на следующий месяц. После внедрения автоматизированной системы оплаты проезда что-то изменилось в вашей повседневной жизни? Да, изменилось, в лучшую сторону изменилось. Если раньше мы могли ездить только троллейбусом или на автобусе, а сейчас мы можем ездить на всех маршрутках, в любой конец города. Пополнять их стало нам очень легко и просто. И в КВЦ, и в Сбербанке, и на почте. В общем, мы все очень довольны. Существует и отложенное пополнение транспортного носителя, когда первая поездка возможна через 24 часа после внесения денежных средств. Его можно произвести в банкоматах и терминалах Почта Банка и терминалах Приовни Шторгбанка, через Сбербанк, в его отделениях, банкоматах или личном кабинете. Доступен также автоплатеж, также через терминалы Киви и на сайте карта Умка РФ. Необходимо сохранять чек о пополнении, выданный терминалом. Он подтверждает право пользования Умкой и ее ресурсами. Если пополнение и прикладывание карты к терминалу водителя-кондуктора произошло до 15 числа, то проездной записывается на текущий месяц. Если 16 числа и позднее, то проездной записывается на следующий месяц. Я прихожу или в Сбербанк, там прям сразу, очень быстро номер дают и даже ни минуты не жду, стою, сразу подхожу или на почте. В любом почтовом отделении тоже они говорят, даже пожалуйста, сходите. Правда там очередь бывает, но они говорят, ну если годный, подойдите, пожалуйста, мы вас тоже обслужим. Поэтому нет проблем. Вот сейчас 16 числа уже будет проводиться. Я повторяю, я в совете ветеранов работаю, поэтому мы все активно, это действуем, говорим своим пенсионерам на своем участке, что 16 числа уже будет компосироваться нашей картой. Сегодня выдача Умки для льготных категорий граждан производится через многофункциональные центры. Студент или школьник может получить Умку в образовательном учреждении. Первичная выдача карты Умки производится на безвозмездной основе. Если льготная карта потеряется, то восстановить ее можно будет за два рабочих дня. Ранее эта услуга оказывалась согласно нормативно-правовых документов и занимала около 10 дней. Жители и гости города могут приобрести Умку «Городская» в киосках «Роспечать» на почте России КВЦ «Городские платежи» ЦОКП. У нас же есть пункты. Я в Канищево живу. У нас в Канищево есть пункт, где продаются эти карты. Очень удобно. Купил, продлил, потому что мы эту карточку получили, и теперь мы продлеваем ее каждый месяц. Оценили ли рязанцы удобство безналичной оплаты проезда? На этот вопрос сможет ответить статистика. В этом году по сравнению с прошлым количество проездов по социальным картам льготные, школьные, студенческие увеличилось в 1,3 раза. Количество проездов по картам Умка «Городская» с тарифом «Электронный кошелек» возросло в 3,6 раза. Число проездов по бесконтактным банковским картам повысилось в 14,7 раза. О чем говорят нам эти цифры? О том, что рязанцы все чаще стали пользоваться безналичной оплатой проезда. Это значит, что она удобна и экономически выгодна для всех видов транспортных средств. Проект автоматизированной системы оплаты проезда планируется развивать дальше и постараться сделать его лучшим в России, чтобы он стал поводом для гордости нашего города и его визитной карточкой. Свои отзывы, пожелания и предложения по работе умных карт любой желающий может направить через сайт «Карта Умка.РФ» и любые социальные сети, а также по телефону службы поддержки по бесплатному номеру 8 800 250 02 62. Субтитры создавал DimaTorzok